Ну что ж, друзья, всем здравствуйте! Первая рыбалка не удалась у нас за платвой. Я выкроил время и выехал на вторую. Приехал в такую вообще глушь. Ни одной души здесь нет. Такая вот красота. Ой, так. Вообще просто вот природа шепчет. Сегодня плюс 12 где-то. Солнышко... Ой, плюс, минус, прошу прощения, минус 12. Солнышко светит. Вообще красота. Пруд спокоен и он нас ждет. Фух, посмотрим. Здесь очень много платвы. В этот раз у меня нету. Совершенно нету никакого этого неполадки. Нету бура. Поэтому сегодня мы с топором, с вот таким, будем рубить. Кто бы что ни говорил. Сейчас тут начнут обсуждения всякие. Начнутся. Но топор нормально. Я уже ездил так, уже рубил. Так что как-то нормально. Смотрите, друзья, какая вода чистейшая. Вода чистенькая. Фух. Вообще красота. Вот такая вот лунка. Кто-то может осудит, скажет это все. Хрень. Лед толстый. Сантиметров 30, наверное. Может даже 37. Нормально. Ловить можно. Сейчас эхолотик зарядим. Посмотрим. Так. Метка для эхолота. Сейчас проверим все. Есть тут рыба или зря я. Вообще тут все это действие совершаю. Включаем. Давайте. Сейчас проверим. Не знаю, видно вам, не видно. Сигнал есть. Сигнал пошел. Так. Давай. Сканируй. Но что-то рыбу вообще не показывают. Так. Отключился. Отключился. О. Одна есть. Поймал одну. 4 метра показывает глубину. Вот еще есть. О. Гляньте. 4,2 метра. Рыбы тут много. Я думаю, вам видно. Видите, пищит. Гляньте, сколько рыбы. Вообще шикарно. Даже несмотря на то, что тут топором стучал. Он сейчас 3,6 показывает. Наверное, потому что я его подвигал немножко. Ну, тут ямка. Я знаю, что тут ямка. Либо это проплыла рыбка. Сейчас пока ничего нет. Нет. Вот есть. Так. Ну, нормально. Рыбка есть. Я, друзья, решил на кивочек попробовать сразу сходу. Я вторую лунку пока не знаю. Буду, не буду. Прикормку я с собой брал, но я не прикармливал. Так что, вот, я сейчас сначала на кивок попробую. Мотыль отборный. Вообще хороший мотыль. Я бы сказал, суперский. Свежий. Наисвежайший. Он крутится, вертится. По три штучки должен поцеплять. Вот. Так что сначала на кивок. А там посмотрим, как пойдет. Пойдет. О, как быстро лунка замерзает. То, значит, этот побольше не пойдет. Значит, ух ты. Как она, видите, быстро замерзла. Однако, вот опустилась. Сейчас. Еще. Тут глубина-то нормальная. Должна быть. Показывала, что 4 метра. 4 с копейками. Так. Еще. Ветер еще просто, конечно. Не было бы ветра. Ну, знаете, не было бы ветра. Было бы солнце. Все было бы у нас замечательно. В таком случае вообще всегда. Так. Еще надо. Будем со дна. Я не буду с толщи начинать. Я пока со дна. Потому что эхолот показал, что на дне много рыбы. Именно на дне она вся стоит. Так что буду ловить со дна. Так. Играл я, играл. Без мотылкой. Без мотылкой с мотылем. Но так никто и не этот на кивок. Никто не пришел ко мне. Вот я сейчас прикормить хочу. Не знаю. Много это немного. Наверное, еще надо насыпать. Сейчас закормлю точку. Посмотрим. Подойдет кто-нибудь. Нет. На нее. Но попытаться стоит. Кто-то кормушкой специально опускает. Я? Нет. Я всегда так закармливаю. Опускаю шариком и все. И даже не парюсь по этому поводу. Может это неправильно. Может надо делать действительно кормушкой. Я считаю, что так. Столб. Столб из прикормки. Самый этот. С самого верха до низа. Само то, что нужно. Тем более течения здесь нет. Так что нормально. Так, теперь надо, чтобы оно чуть-чуть настоялось. Совсем чуть-чуть положить. Пусть оно настоится. Вот смотрите, прикормка настоялась. И она влажненькая. И вот такие комочки получаются прикольные. Вот сейчас мы их туда закинем, налепим. И закинем. Я думаю, три комочка, как раз три шарика туда закинем. И посмотрим, что. Но я думаю, должна подойти шоколадная прикормка. Платва в принципе любит сладкое. Да вся рыбка сладкая любит. Но большинство. Большинство. Так что сейчас все сделаем. Еще у меня мысль вторую лунку сделать. Рядышком. Вот где-то вот здесь. И закинуть поплавочек туда. Но все-таки как-то, я думаю, поплавочек тоже должен быть. Потому что кивок кивком. Ну, как-то поплавок это традиционно. Я люблю поплавок. Так, ну что, поехали. Вот, смотрите, вот так вот она падает. Вот так вот. Ну, как бы нормально, я считаю. Все. И нету ни пыли, ничего не пылит. Замечательно. Ждем. Вот вам и эхолот, друзья. Ушел я со своего места. Потому что Ни одной поклевки. Сейчас Пришел на другое. Попробуем на другом месте половить. Не знаю, пойдет, не пойдет. С мотылька подцеплю. Добавлю точнее. Блин. Вообще какая-то жесть. И прикормил. Но я там удочку оставил одну. Но вещи все свои тоже оставил. Не стал забирать. Все-таки там прикормлено. Может быть, что-то возьмет. Так что Не будем терять до конца надежды. А здесь такая проверка Ходовая. Вон там все мои вещи остались, если видно. Тут какое-то место такое непонятное. Вроде бы кто-то ловил. Но уже давно. Прям так. Потому что снега у нас уже тут не было. Недели две. И тут снегом до сих пор запорошило все. То есть очень давно. Ну видно, палатка стояла. То есть как бы Не знаю. На этом месте. Я на этом пруду Ну лет, наверное, 10 не ловил. Сейчас. Но помню, где ямы, конечно. Вот там, где мы сидели, там яма. Здесь, конечно, думаю Такой ямы не будет. Здесь будет намного мельче. Хотя нет. Что-то есть. Какая-то Глубина есть. Ну тут, кстати, ветер не такой, как там. Тут поменьше. Походу все. Друзья, это уже Наверное, третья лунка. И наконец-таки я увидел Первую поклевку. Рубить топором 40 сантиметров льда. Я вам хочу сказать Эта зарядка Еще зарядка-зарядка. И вот, наконец-таки, Была первая поклевочка. Но на опарыш, не на мотыль. Долго я ходил, искал. Все, что ли? Все, что ли? Короче, друзья, Я пришел я на свое старое место. Потому что там была только одна поклевка. И то какая-то непонятная. И она сразу же закончилась. Но была поклевка именно на опарыша. Поэтому сейчас хочу перецепить на опарыша. Вот здесь поплавочек уже поставил на опарыша. И сейчас поставлю кивок тоже на опарыша. И посмотрим, что из этого получится. И получится ли вообще что-то. Рыбачь я уже где-то, наверное, час. Может, чуть больше. Но пока вот только одну поклевку я наблюдал. Не знаю, с чем это связано. Может, как-то погода. Но погода вроде идеальная вообще. Не знаю, вот две штучки опарыша хватит. Есть ли смысл третьего цеплять? Ну, давайте, бог любит троицу. На этот три нацепим. Посмотрим. Вот. Там я две. Два опарыша нацепил. Здесь я цепляю одного. Ой, трех точнее. И посмотрим. Не знаю. Будет дело, не будет. Но буду, наверное, сидеть здесь. Не вижу смысла. Ну, может быть, еще потом, конечно, перемещусь. Если вообще прям не будет ни одной поклевки. Ну, не знаю. Может быть, на опарыша что-то и возьмет. Но я обошел уже довольно приличное расстояние. Несколько в разных местах. И на глубине, и на ямах, и на мелководье. Все равно рыба почему-то не клюет. Не знаю. Может быть, давление, еще что-то. Ну, то есть, что-то ей не нравится. Ну, как бы, еще время есть. Будем сидеть. Уходить я еще пока никуда не собираюсь. Так что будем ловить, как говорится. Я думаю, вторая попытка наша должна венчаться успехом. Ну, по крайней мере, надеюсь. В былые времена этот пруд меня как бы не подводил. Поэтому что сейчас будет, не знаю. Не могу сказать. Ну, вот, посмотрите, сколько тут рыбы он показывает. Огромное количество рыбы. Вот сейчас было. Три с половиной метра. Опять рыба. То есть, рыба есть. Но она почему-то не клюет. Вот еще рыбка. А почему она не клюет, непонятно. Вот, хотел показать, дорогие друзья. Ну, пожалуйста, не делайте вот такое вот. Ну, это вообще просто свинство какое-то. На рыбалке семечки, еще и на лед. Это потом все растает. Это останется все в пруду, в озере. И, пожалуйста, как бы, ну, следите за собой. Давайте будем культурными и уважать друг друга. Уже восемь лунок в разных местах. Нигде не клюет. Вот на вот этой лунке одна единственная поклевка была. И все. И тишина. Рыба есть. И холод показывает, что рыба ходит, рыба есть. Но не клюет. Не знаю, почему, с чем это связано. Давление, недавление. Погода сегодня замечательная. Но не клюет. Вот за два с половиной часа одна единственная поклевка на вот этой вот лунке. Поставил на мотыль. И хочу сейчас сам поесть чего-нибудь. Потому что уже не могу. Уже хочется что-то поесть. Чего-то. У меня тут есть печенье, есть мандарины. Есть язык. И, естественно, чай. Так что сейчас... А еще вот я с собой такое печенье взял. Сейчас поедим. Ну, не знаю, есть ли смысл куда-то перемещаться. Есть ли смысл на старое место перемещаться. Где вот я вот там сидел. Вообще не вижу. Не знаю смысла. По идее, тут должно ловиться. Тут хотя бы клюнул один раз. Там-то вообще ни разу поклевки не видел. Тут хотя бы один раз что-то дернул. Буду надеяться, что выход будет еще под вечер. На заходе солнце. Но это тоже не точно. Никакой язык. Ой, красота. Красота. Чего сказать. Блин, может быть поставить не мотыля, а поставить опарыша. Все-таки на опарыша была поклевка. Наверное, я сейчас поставлю мотыль и одного опарика надену. Так, для верности, так сказать. Что-то. Так, у меня ящик из-под инструментов на работе подарили. Все, думал, куда его применить. Мне он из-под инструмента не нужен. Так я его приспособил под рыбалку. В принципе, тоже нормально. Низковат, конечно. Повыше бы чуть-чуть бы его. Ну, грех жаловаться. Так, не знаю. Одного-двоих давайте двоих насадим. Вот так. Вот, посмотрим. Стоит у меня со дна все это дело. Не знаю, возьмет что-нибудь, не возьмет. Будем пробовать. Я уже потерял всякую надежду, если честно. Потому что все-таки я уже... Сколько здесь по времени. Хоть бы раз, хоть бы одна поклевка. Хотелось, конечно. Давным-давно этот пруд меня очень сильно радовал. Сейчас он меня очень сильно разочаровывает. Ну, ничего не поделать. Дело такое. Рыбалка не каждый раз. Но все-таки я думал, что второй заход будет нормальный. Первый заход был так себе. Язык это супер вещь. Что я никогда не пробовал. Попробуйте. Вообще огонь. Вкуснотища. Все хотел вам показать и все забывал. Вот этому термосу лет 20, наверное. И он температуру держит просто вот космически. Почему пакет? Потому что уже резиночки не держат, пропускают. Вот. Сейчас я, когда отправлялся на рыбалку, заварил где-то половину. Я знаю, что нужно термос до полного всегда доливать, чтобы не терялось тепло и так далее. Ну вот, я налил половину и прошло уже, наверное, часа 4. Где-то так. Потому что дорога еще долго у меня заняла. Вот давайте сейчас проверим, кипяток или нет. Вот пар пошел. Так, где мой стакан? Проверка. Как вообще? Нормально? Нет? Так. Ну, приходится, да, конечно, открывать его. Вообще, если были бы резиночки, то такого бы делать не нужно было. Ну, вот прям пар идет. Я думаю, что кипяток. Сейчас попробуем. Так же закручиваем. Пакет просто вакуум создает. Как бы ничего такого. А ну-ка, проверка. Кипяток. Вроде не взять. Вот вам пол термоса заварено. 4 часа на льду стоит. Вообще ничем не утепленный. Стоит вот в пакете. Вот в таком, кстати. Порвался пакет. И вообще просто чудесно. Вот это вот термос. Вот эта вещь. 20 лет ему. И он до сих пор. Даже вот с пакетом. Он температуру держит. Кто бы что ни говорил. Не то, что сейчас вот эти, которые делают. Покупаешь за 4-5 тысяч. Они там держат, я не знаю, часов 10. И то не кипяток. А тут вот кипяток прям. Нельзя даже попить. Нужно ждать, пока остынет. А если тем более новый ставить вот на лед, чтобы он стоял. На льду ловить. Ууу, это все. Там наливаешь, ну вообще хрень полная. Хоть бы раз клюнуло. Ладно, друзья. За вас, за ваше здоровье. За отличные рыбалки. Чтобы были отличные. Не такие, как вот эта вот. Не клюет. Ну, такое тоже иногда бывает. Ну, зато природа. Природа, день. Воздух свежий. Физическая зарядка. Вот. Просторы такие красивые. Никого нет. Отдых. Давайте за вас. Бабах. Приятного аппетита. Ай, хорошо. Итак, друзья. Последний крик души. Иду, смотрю все лунки с эхолотом, которые я делал. Везде показывает, что рыбы нигде нет. Не знаю. Вот последняя. Осталась последняя лунка. Посмотрим. Так, когда-никогда там одна, там появится вторая. Ну, то есть, вообще рыбы, то есть, нет. Вот одна появилась. Ну, вот так вот, да. Вот так одна. Потом через, там, еще несколько, там, секунд, там, минут еще одна появляется. Ну, то есть, это рыбы нет. То есть, вообще она неактивна. Очень странно все это. И это очень плохо. Не знаю, есть ли смысл. Ну, на эти лунки, на которых я в самом начале сидел перемещаться, видите, тут вообще все глухо. Нету смысла. Кстати, штука очень хорошая. И не сильно дорогая. Пять тысяч стоит. Ну, какая красота, гляньте. Ух, как ветер. Тяжел. Красота. Это лед трескается. Вообще просто красотень. Лед толстый. 40 сантиметров. В некоторых местах даже доходит до 50. А на этом месте, друзья, как стояло, так и стоит. Глухо, как в танке. И почему-то эхолот здесь не видит. Он рыбу здесь, ну, не то, что рыбу. Он ни дно не считывает, ничего. Возможно, это из-за прикормки. Вот такая вот фигня. Вода помутнела, и все. Он, короче, перестал нормально делать свое дело. Не знаю. Вот сонар почему-то не списывает дно. О, наконец-то. Показывает 4 метра. Не знаю, насколько правда. Может. Внутри где-то, наверное, с копейками. Блин, реально рыбы нет. Смотрите. Просто вообще ноль. Не знаю, видно, нет. Надеюсь, что видно. А я тут сижу, пытаюсь что-то поймать. А, все, видите. Вот эта прикормка, вот мутняк. Он не дает нормально сонару работать. Но, тем не менее, показывает, что рыбы вообще нет. Даже несмотря на то, что здесь прикормлено. Все, сворачиваемся. Ну, что хочу сказать, друзья. Это фиаско. Как это еще по-другому называется? Не знаю. Прикормил. Здесь мотыль. Ой, здесь опарыш. Здесь мотыль с опарышем. И был просто мотыль. Ни одной поклевки. Хотя вот здесь показывало рыбу. И много рыбы. Ни одной поклевки. Временами запускал эхолот. Еще до прикормки. Показывало действительно, что нет-нет, да рыбка проплывает. Но она почему-то не берет. Либо она не кормится вообще. То есть, она не активна в этом плане. Она просто ходит и все. Но странно. Очень странно. Хотя бы ерш бы какой-нибудь дурацкий клюнул. Окунь. Я знаю, что окунь здесь есть. Почему ни одного окушка, даже маленького, такого не клюнуло? Блин. У меня такие подозрения, что сегодня я с рыбалки с сухим уеду. Ой. Но не хотелось бы, конечно, так. Я даже не знаю. Я сегодня, наверное, в общей сложности лунок 10-12, нет, наверное, 11 я сделал. А толку 0. То есть, ладно бы я в каждой лунке там по рыбке хотя бы ловил бы. Но вообще ни одной поклевки, ни то что рыбки. Здесь со дна вот стоит. Вот здесь со дна стоит удочка. Вот здесь стоит в толще воды кивочек. Ну, ближе к дну, конечно, но все равно метрах на трех. А толку вообще нет. Чай, кстати, до сих пор горячий. Термос на льду. Уже часов, наверное, 6-7 прошло. 6, наверное, 2 часа уже, наверное, прошло. Ну, хотя бы одна бы поклевка нормальная. Нифига. Вот вам о мелководье. Глубина меньше метра. Вот глубина. Видите? Все вообще малюсенькая. Меньше метра. Сантиметров 90-80. Ни одной поклевки поставил так же опарыш. Потому что там на опарыш у меня была поклевка. Одна вот единственная за весь день. И... Нифига. И под кромкой льда пробовал. И со дна. Вот сейчас у меня чуть-чуть она приподнята. От 1 сантиметров на 10. И по дну стучал. Вообще не идет. Вот так, дорогие друзья. Ничего не клюет. Вернулся на старую лунку, где вот была одна единственная поклевка. Тут тоже. Вы видели? Вы видели? Была поклевка. Две поклевки за сегодняшний день. Да! Вот это да! Хо-хо! Вот это победа! Победа! Это победа реально. Две поклевки за весь день. Неужели есть шанс поймать хотя бы одну рыбку? Друзья, вы должны это видеть. Наконец-таки я поймал две рыбы. Смотрите. Я потом поближе сниму. А сейчас я хочу все-таки заснять поклевку. Действительно, начало клевать. Я не знаю, с чем это связано, но начался выход рыбы всего лишь на один опарыш в одной лунке. Я никуда перемещаться не буду. Время полпятого. Я еще буду сидеть. Уезжать никуда не хочу. Все, у меня все желание уезжать пропало. Вон рыба. Вон она. Думаю, вам видно. Лежит красавица вообще. Плотвичка. Плотвичка ходит стаями. Две штучки. Это 100% не конец. Поэтому будут еще. Надо ловить. Аж руки трусятся. Неужели, наконец-таки, начались поклевки. И это не с дна. Это где-то вот от 1 сантиметров, ну, наверное, 50. Может, даже больше. Не могу не показать вот эту красоту. Ветер шумит. Лед трещит, лопается. Закат. Вот она, природа. И никого. Класс. Что ж, друзья. Вот это и весь мой улов. Две рыбки. Одна вот такая вот. С ладошку. И вторая поменьше. Ну, что ж. Это лучше, чем совсем ничего. Можно было уйти сухим. Я уже и думал, что так произойдет. Но в итоге за 7 часов рыбалки вот такой вот улов. Ну, что ж. Ну, зато побыли на природе, на свежем воздухе. И отдохнули. Так что, всем, дорогие друзья, до скорых встреч. Хороших вам рыбалок. И всем пока-пока.